Как обстоят дела с жильем в России и как оценивают свои жилищные условия россияне? Об этом расскажет наш корреспондент. По данным страховой компании «Росгострах, жизнь» и «Банка открытия», каждый пятый россиянин снимает квартиру или комнату, так как не имеет своего жилья. При этом почти половина участников опроса считает свои жилищные условия хорошими или очень хорошими. Те, кто не имеет, это люди, которые... Молодые люди, которые еще не накопили себе на жилье, не смогли взять ипотечный кредит. Или те, кто в принципе не желает иметь собственное жилье, предпочитает снимать. По данным опроса, 80% населения имеет свое жилье в собственности. На них почти половина купили жилье сами, четверть получила в наследстве, только 8% взяли его в ипотеку. Эксперты считают, что такая позитивная тенденция обусловлена несколькими факторами. Население России за последние, скажем, 30 лет сократилось. И при этом, посмотрите, сколько было построено нового жилья. При том, что значительная часть старого жилья, относительно старого, она осталась и до сих пор функционировать. Соответственно, обеспеченность жилой площади, естественно, выросла очень значительно, в том числе до уровней вполне комфортных для большинства населения. При этом большинство респондентов довольны своими жилищными условиями. Главными признаками высокого качества жизни оказались доступ к качественной медицине, наличие высокого дохода и жилья в собственности. Кристина Надышина, Универ Ньюс. Кристина Надышина, Универ Ньюс.